Доброе утро! Сегодня у нас 37-й каст из серии ежедневных передач, которые называются «Завтрак в Библии». И приближается Рождество, сегодня уже 19-е число, и так случилось, что все верующие в Иисуса 24 декабря в Согласии отмечают факт рождения наследника Бога и помазанника Бога, и Мессии Иисуса Христа. И сегодня хотелось бы начать вот пять дней поговорить о том, что же такое Рождество, почему Рождество, и почему, собственно говоря, с Рождеством связан Новый Завет, откуда пошли корни Нового Завета. На самом деле мы уже об этом говорили, но если даже я повторюсь, я думаю, что лишним это не будет. Итак, в Евангелиях Луки, 1 глава, 30 стиха. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя посему, и рожденная святым наречется сыном Божьим. И вот Елизавета, родственница твоя, называемая неблодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И на самом деле есть те Библии, в которых есть параллельные места, но тем не менее хотелось бы сказать, что на самом деле рождение Спасителя – это не есть рождение Нового Завета. Новый Завет был еще заключен Богом с домом Давида, с самим Давидом фактически. А рождение Иисуса – это и было осуществление того самого Нового Завета, в который Господь вложил весь смысл спасения мира от греха. И я хочу вернуться с вами во вторую книгу Царств, 7 глава, с 12 стиха, когда Господь разговаривает с Давидом и заключает с ним завет. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почнешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое», написано «я восстановлю семя твое, которое произойдет из чресел твоих и упрочу царствие его». Я возвращаюсь к Евангелию от Луки, и в 33 стихе 1 главы написано «И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Возвращаемся обратно во вторую книгу Царств. «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Опять же, 33 стих Евангелия от Луки 1 глава «И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Далее написано 14 стих «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если же он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму у него, так как я отнял у Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой стоит навеки». Написано «И если он согрешит, то накажу его». На самом деле, все наказание, которое взял на себя Иисус, наказание мира этого, и все грехи человечества, то есть тем самым согрешив по плоти, в которой он присутствовал здесь на земле, и было как раз пророческим на тот момент, когда заключал Бог с Давидом Новый Завет, потому что мы знаем, что Давид был грешником, и мы читаем об этом дальше. В главе 12, когда Натан рассказывает Давиду, и мы уже не будем сейчас это перечитывать, возможно, одно из тем следующих наших бесед, но Натан рассказывает Давиду, в чем он провинился, и Давид раскаивается. Он говорит «Согрешил я перед Господом», и Бог сам говорит, что «от мне не по милости он останется жив, а не по завету и даже не по раскаянию своему, ибо по милости Богу». И вот тогда как раз и был заключен Новый Завет, который реализовался уже в наше время, во время рождения Иисуса Христа как Спасителя этого мира. И это только одно из пророчеств, которое подтверждает, что Иисус Христос действительно Сын Божий, и для тех, кто все еще сомневается в этом, мы будем говорить об этом в ближайшие пять дней перед празднованием факта Рождества Спасителя, рождения Спасителя в этот мир для спасения каждого из нас, потому что цена заплачена очень дорогая. И даже если вы сегодня еще не приняли Иисуса Господом своим и Спасителем, ваши грехи он все равно взял на крест. Единственный грех, который вменяется вам, как написано в Евангелии от Матфея, о том, что грех, которому вам, которому вам надлежит покаяться и избавиться от него, это неверие в единородного Сына, и, естественно, все остальные грехи вам тут же будут прощены. И мы завтра будем говорить с вами о пророчестве других пророков, на тему рождения Спасителя. Но на сегодня это все, и пусть у вас будут благословенные дни подготовки к Рождеству. И хороших вам выходных. Встретимся завтра в 38-м выпуске нашего каждоутреннего каста, который называется «Завтра с Библией». С вами был Аверин Станкевич. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok